Нет, это у меня. Я тут, точнее, не разговаривал целую неделю. Вот первый раз начинаю говорить, только. Не знаю, есть силы или нет. Еще опухоль не спал, но еще идет из бородышки. Это что, из-за зуба? Зуб начали лечить. Уколы сделали обезболивающие, а на месте уколов образовались такие опухоли, отеки, а у меня заживляемость, иммунитет не особо такой. И они не спали, а через день надо было завершать лечение. И пришли, в общем, в эти отеки опять начали обезболивающие колоть. Раз уколол, а он не помогает. Два уколол не помогает. И штук шесть или семь. То есть вот в эти отеки, а он не помогает. Почему? Потому что они отекшие челюсти, да, от первых уколов. И там лекарство, оно не проходит уже к нервам. Вот. И он мне как бы наколол еще штук шесть-семь, а может восемь уколов. И, в конце концов, как разнесло эти у меня на следующий день уже. Ну, то есть пошло изогнаение такое. Такая борода круглая, здоровая, как и текла. Вот. И приехали. Ну, что, вставили эту трубочку, разрезали туда. И вот, вроде сколько, четыре дня она идет, но я тут выходит. Ужас. Конечно, видео такое тяжелое было. Но вовремя. Да, это я так для прикола. Я с сестрой с одной... Это... Мне пишут, а мне пишут, когда герои там будут, и герои, и Сергей там. А я не могу. Мне почему-то так неприятно, когда вот эти... Ну, у меня с детства такое, когда хвалят. Не люблю ее. Мне хочется прям куда-то напряжать вообще, скрыться куда-то. Прям вот. А я думаю, буду я свои немощи, короче, ставить. Ну, вот это я там написал одной сестре. Прямо уж мне будни свои ставить. Где... Где я не выгляжу героем, а наоборот совсем. Не, почему? Ну, это такой выдер... Ну, конечно, это страшно. Я вот прям вовремя, вовремя показал. Я в этот момент, я буквально, по-моему, в этот же день или в предыдущий, я думал о том... Такое состояние было. Как же быть-то? Как же жить-то? Вот такая... Вроде все хорошо, все есть, все нормально. И как будто... Опять вот это, знаешь, старое чувство пришло. А тут хоп, и праздность всю мою убрал прям. У меня реально за пять минут ролика я прям пришел в себя, взбодрился, думаю, что мне-то, блин, как так-то... Фух. Ну, тяжело, конечно, было. Мы смотрим так узко, знаешь, как через подзорную трубу какую-то смотрим. О, нормально все. А пошире, если глянуть, оно совсем далеко не нормально. Вот, конечно, о себе, когда если заботятся, то все, конечно, классно. Вот. Ну, а есть люди, которые они о себе думать не могут. То есть они, если думают о всем мире... Вот, я сейчас ролик делаю у меня... Ну, с 14-го года мы с этим, с Александром Калининым разговаривали. У меня есть ролики, которые я не публиковал ничего. И вот как за четыре года он от желания проповеди такой вот до ареста его... Ну, как бы такой сделаю фильм, что там будет видно все-таки вот как человек... Потому что человек, у него действительно горение. И это горение не его, это от Бога горение, помогать всем. Да, ну, часто не знаем, как помогать-то, что делать. Вроде горение есть, хочется что-то делать, а в большинстве случаев творим вот... Свою от себя начинаем творить. Единственное, если людей менять только внутри себя, приводить их... К чему? К Богу только приводить, а... Ну, с кем ты будешь менять ситуацию в стране, правильно? С кем ее менять? Да. Ну, призвать правильно, убивать кого-то, пойти к Кремль подвигать там... И с удовольствием пойду, тут много ты наберешь себе таких соратников. Ну, вот тебе покрышек наложить там на Красной площади, да? Майдан. Так вот, я так и не понял смысла. Он там, когда я за ним следил еще в начале, он создал сайт, на сайте что-то написал, какую-то дату, там, восемнадцатый год. И что вот в этот год и в это число случится какое-то такое. Только, говорит, я вам пока не скажу, потому что мне еще свыше... Ну, как я понял? Что мне свыше, говорит, не было сказано рассказывать людям об этом случае. Поэтому пока не расскажу. Я так и не понял. Потому что от себя вот любим мы вот такое вот, знаешь, мы часто свое за Божие принимаем. И это вот тоже самое с этим, с Сергеем Скорем. Он вот несет уже, не пойми чего несет. Духовный, вроде духовным человеком себя называет, а не понимает, что такое вообще духовный. Он путает, знаешь, какой вот сегодня молодежи, астрал, выкат в астрал, вот это все сегодня. Ну, и Господь, видимо, попускает. И бесы открывают вот эти вот проходы вот в эти пространства. Ему все чудеса, ему надо каких-то, знаешь, видений. То есть он наставит на том, что рождение свыше должно происходить как-то ярко, то есть с какими-то там вознесениями. Хотя Господь, Он предполагает, что это перемена одного человека на другого. То есть душевная перемена. Был один, стал другой. Давайте посмотрим, как Господь через Слово Свое призывает рождаться свыше. Иоанна 3.3. Иисус сказал ему в ответ «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Здесь Господь говорит о том, что невозможно увидеть Царство, не изменив себя при жизни. Ничто нечистое не входит в небесную обитель. 1 Иоанн 5.18. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Здесь Иоанн говорит о новом человеке, о новом творении, каким становится человек, рождаясь от Бога. Да, рожденный еще подвержен искушению и согрешает грехами не к смерти, но эти грехи человек осознает и слезами в них кается. 1 Иоанн 3.9. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Здесь Иоанн говорит о духе Бога, живущем в христианине, духе, который наставляет во всяком деле и слове. И грешить, будучи с Богом в сердце, значит воевать против Бога. 1 Иоанн 5.4. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияя из победы победивший мир, вера наша. Здесь речь о том же. Рожденный побеждает себя плотского, а значит побеждает мир. Победить мир, значит победить грех. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Здесь Господь просто обязывает родиться свыше. Иоанн 4.23. Ибо настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Здесь мы видим, как Господь ищет перерожденных духовных тех людей, которые имеют общение с живым Богом. И если кто-то говорит, что нет сегодня возрожденных людей, то это о гордости и неправильного понимания Священного Писания. Иудеи требуют чудеса, а эллины ищут мудрости. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Кто-то мудрости ищет, а кто-то чует чудеса. А в простоте никто не хочет сказать. По-простому все. По-простому вот эти отношения, знаешь, вот эти человеческие, чистые. У меня вот жажда прямо к простоте. Я вот вижу сейчас, вот представляешь, вымолил людей. Друг у меня появился Илюха, да. Прям вот простейшей души человек. Настолько простой, что мне иногда стыдно. Я вижу, что вот таким надо быть прямо вот. И представляешь, вот сегодня с ним разговариваем едем, а он, ну так это, Евангелие не знает особо-то. Он по совести живет, честный очень. Не обманет, не предаст. А сегодня раз он мне говорит, а ты знаешь про Петеряевку? Я говорю, Игнатий Дихонович? Он говорит, да. Представляешь, он все ролики его смотрел, он нравится. По-моему, он его чувствует. Он говорит, вот это пример. Я хочу так же, говорит. Хочу вот так стать и пойти и все сказать. А где ты его нашел-то? Представляешь, вот не поверишь, вот чудо. Я всегда, у меня такое ощущение, я бы упрашивал у Бога, как это назвать, товарища или как брата, я не знаю, такого компаньона там или даже в бизнесе или вообще просто по жизни, чтобы кто-то понимал так же. Вот. И у меня, видимо, у меня брат же старший должен быть, Петя. Ну, он при родах умер, маленький, но я его чувствую, как будто он есть. У меня жизнь, как будто за двоих так, ну, так, жажда, жажда дружить как-то, я не знаю, разделять. Все, я делюсь со всеми, там, разговорами, мыслями. И тут, хоп, я наткнулся на канал, парнишка из деревни, из глухой, вообще из глухомани, там, Тверская область. И он рассказывает про то, как он хочет из деревни, как он уехал из деревни в Москву, там, ну, такой, как он пчел разводил в деревне, мед там добывал, то есть он такой простецкий, деревенский. И вот я посмотрел, как-то, а, он делал операцию на нос тоже, вот, я его как нашел-то, перегородку делал носа, чтобы нос дышал, и я тоже делал его там год назад. И вот мы с ним списались, подружились, и, а сейчас вот я его, блин, как бы, можно сказать, позвал в бизнес, ну, вместе работаем просто, трудимся сейчас, углем занялись. Я его не то, что в долю взял, а в партнеры прям, ну, без денег, без всего, просто, давай вместе, давай, дружить, там, руки пожали и пошли. Ну, такие люди, ценности, и сейчас для бизнеса вообще невозможно найти такого человека. Он говорит, он мне, знаешь, что сказал, говорит, если так сейчас все устраивается, то, значит, на воле Господа так все. Он верующий, ну, так с простотой с такой еще. Он впитывает, конечно, очень прям, ему нравится в Боге развиваться. Он, ну, божий человек тоже. Вот. Ну, конечно, бизнес сейчас вообще забирает. Я вот, кстати, хотел спросить у тебя, как, не знаю, то ли, как поступить, то ли столько времени сил забирает. Только сейчас это понимать стал, что прям… Важно, каких сил забирает. Каких сил, что за силы забирает, физические или какие силы? Ну, физические-то я не считаю, это все поспал, встал да пошел, а вот… Ну, опять же, если духовные, то какие, в каком-то духе, Господь говорит, проверяйте себе, в каком духе вы находитесь. Какие у тебя силы забирает, что тебе приходится людей обманывать? Нет, нет. Я знаю, что меня сегодня брат спрашивает. Я же переехал из Раменского, из-под Москвы. А почему забирает тогда? Забирает тогда, когда ты делаешь плохое. Ну, видимо, знаешь, как у меня лишнее время, и, может быть, даже это хорошо, я пока не пойму, но у меня мало остается времени на молитву с утра, вечером, я стал лениться. Да молитва, она внутри тебя находится. Ты можешь… Я к этому и прихожу. Тебя натренировать, что и в любом деле будешь молиться. Да, ну, так, в принципе, я… Сегодня брат спрашивает. Вот позвали его в мэрию, там, куда-то там, ну, хороший рост, это, знакомый. Я говорю, он говорит, ты променял бы вот эту работу на свободу в бизнесе, свободу жизни, ну, то, что ты сейчас занимаешься. Я говорю, нет. Он говорит, а я хочу, чтобы взяточников меньше стало. Я говорю, ты пойдешь туда и станешь первым взяточником, а потом тебя либо посарят, либо вообще я не знаю, что с тобой случится. Я говорю, сиди на месте где. А он говорит, а ты, типа, в другом мире живешь. Ну, а я говорю, Бог милует, сейчас вот, слава Богу, Бог милует. Нельзя так, ничего. Спокойно живу, работаю. И, конечно, знаешь, вот ты мне про страхи говорил. Я сейчас даже, ну, я Илюху даже поправил, я говорю, вот вдруг сейчас вот бандиты придут или еще что-нибудь там случится, да. А он говорит, что ты боишься, мы же с Богом все делаем. Он мне говорит, вот человек, понимаешь, ты мне говоришь, вот это вот то, что реально, ну, что бояться. С Богом ничего не страшно. Это не верить, ты свое не верить. Вот. Я каждый день, понимаешь, это все вот так, как будильник завожу, хватит, хватит, хватит. И получается, понимаешь, это вот пропадает, это чувство страха. Ну, конечно, будешь заниматься, и это же тот же грех, а ведь с ним побороться надо как-то, и тебе. Ты сам лучше всех знаешь, как с ним побороться. Ну, то есть вот то, что на молитву ты, понимаешь, сейчас вот приду вечером, и знаешь, вот если какую-то гадость посмотреть, там, телевключить, это вообще бодрость сразу. А как на молитву встаешь, там, ну, вот это правило вечернее, так сразу рот открывается так, что даже при еде так не открывается, зеваю и зеваю. Знаешь, это ненормально. А вроде как стою и думаю, да сейчас коротко почитаю, и, ну, а чувство не то. Помолился, как будто пустоту, как будто, ну, оно, я в течение дня, конечно, очень много вспоминаю, даже по лестнице поднимаюсь и, ну, не, Бог постоянно, но все равно как-то. Ну, ты что думаешь, у тебя так-то, у всех абсолютно, у каждого бывает, что нету молитвы. Молитва, опять же, нам надо Бога воспринимать, как живое существо. Тяжело, конечно, когда нет никого, но все равно, вот смотри, когда кого-нибудь любим, это со всеми, с любым человеком бывало, мы любим человека, а его нету, да? Да. Мы же все равно с ним разговариваем, правильно? Да. Вот так надо и с Богом разговаривать. То есть приносить, что за день, допустим, произошло в твоей жизни, вот это раз и принести Господу. Я не знаю, правильно или неправильно, но у меня я как-то так живу очень спокойно. И знаешь, вот я думаю иногда, дурная мысль, а вот что меня в жизни ждет, да? Вот у кого-то такое испытание, а что же меня ждет, я думаю. Это тоже из области страха опять. Да, да, да. Я вот это… Слава Богу, что ты мне объяснил вот это тогда. Я хоть стал разбираться в этом. Я ведь даже, я себя этим тешил, я жил и то за другим постоянно приходило. А то, что ничего не происходит, разве это плохо? Как роли последние. А, ну да. Это я к чему выстрелил-то, что… В принципе, мы так раньше и жили, вот еще 30 лет назад люди все так и жили, ни с кем ничего не происходило. В миру были какие-то праздники, знаешь, отмечали Новый год, там 8 марта, там 1 мая, 9 мая, ну какие-то такие праздники, понимаешь, они действительно радость получали, потому что от праздника к празднику были тяжелые будни. Человек вставал, шел на работу, семья, работа, семья, работа. Никаких радостей он не получал. В покупке человек покупал, допустим, обувь себе, ну туфли или сапоги, там вообще купал на 2-3 сезона, да. Вот сапоги носит. То же самое брюки купил, там одни-двое брюки, я там не знаю на сколько, на год, на 2-3, вот. А торт там если ели, то опять же на дни рождения на каком-то, знаешь. А сегодня, сегодня праздник каждый день. Всегда, да. Люди с ума сошли вообще, они вот эти вот, какие-то там молодежь уже вообще, какие-то пранки вот эти, понимаешь, устраивают там уже людей шарашек по улицам. А ради чего? Чтобы найти вот это вот простое, ну удовольствие плоти своей, да. А уже все не находят. А как его найдешь, если с утра до вечера одни удовольствия? Да. Если эти торты там и прочие одежды тоже завались едят. Вот. Сегодня от вещей никакого удовольствия человек не получает. А если человек плоть и от материи не получает удовольствия, тогда, конечно, он будет не удовлетворен. Он от души по понятии не имеет никакого родственного духа. Ну, конечно, он будет умирать вот в этом своем. Вот. Поэтому вот так вот в ад вот такие люди попадают, плоские. Вот они вот, я причем вот выставил этот ролик. Это вот состояние будет некоторых людей в аду. Они вот так будут в вечности находиться, и у них ничего происходить не будет. Потому что они будут ждать, как по плоти что-то, знаешь, что должно что-то происходить. А ничего не будет. Плоти уже нет. Это все равно, что ждать царя вот этого, который не Христа ждать. Каких царей, сейчас не поймешь, кто каких царей ждет. Они вот эти вот царебожники, это вообще сумасшествие. Где вот эти царей каких-то живут, это вообще бежать оттуда. Ты знаешь, я вот сейчас, да, вот сейчас подумал. Вот в каком состоянии раньше я жил, да? Вот сейчас, допустим, я встречаю людей, и они мне говорят. Вот я это, кстати, задумался, когда узнал про Игнатия Тихоновича, когда вот он сказал, я избранный. Меня это не возмутило, а большинство людей, они сразу, да какой избранный, ты что, нельзя так говорить. Вот. А сейчас я понял, о чем он говорит, реально. Ну, Игнатий Тихонович, ладно, это как бы понятно, вижу понятно, что он реально человек. Ну вот, говорю, например, Илюхе, да, вот, смотри, вот идет там человек, курит или там пьяница или еще что-то, ну, очевидная вещь, допустим, он может подумать, что это осуждение. А я говорю, что это какая-то не то, что избранность, а как это, ну, христианин, стал христианином просто. Реальным. Потому что я раньше тоже себя считал христианином. Но такие вещи делал, которые вообще невозможны, там, допустим, даже элементарно курение. Все, ты себя как хочешь можешь называть, но ты не христианин, это же, ну, и нельзя приравнивать, допустим, там, ну, я чревоугодник, да, но я с этим борюсь. Вот эти вещи, которые по плоти, они у нас в собраниях, он говорит, даже именоваться не должны. То есть те, кто рождены от Бога, это уже в духе люди. То есть они рассматривают согрешения только духовные, то, что происходит на духовном уровне, да, то есть такие не плотские грехи. Вот, а уж плотские грехи, ну, это как, это, ну, сегодня много таких людей, культурных, знаешь, следят за здоровьем людей. Есть такие вот, ну, как это, интеллигенции они себя называют, для них ругаться матом, это, ну, как бы, зазорно, неприлично. Ну, христианами-то их тоже, они не пьют, не курят, они полна, не матерятся, вот, они ведут культурный образ жизни, вот. А как его, христианин? Это обычный плотской человек. Мы не знаем, что внутри этого человека происходит. Вот это, как это называется, патриотизм христианин, который совершенно не свойственен. Мы не можем быть патриотами, какими там патриотами, как будто, как будто патриоты что-то могут сделать вообще. Да и от них ничего не зависит. Какая-то мнимая такая, да? Это он, этот полковник Квачков, вот он, сколько, лет семь, наверное, или восемь, он с ним ролики посмотрит. Там такой патриотизм, сколько народа собирал, и что сейчас сидит, вон, как Лапкин за него будет старичок такой синенький сидит, тихенький такой. Вот и весь патриотизм. Ну, он там, конечно, наговорил очень много. Вот смотри, кстати, вот, о чем я говорил. Я ведь всех, я ведь даже его смотрел, Квачкова, года два назад, я в том состоянии пребывал, и всех собирал вот это все, вот знаешь, искал православие. А сейчас я вообще по-другому на это смотрю, на всех смотрю, даже на Емельяненко там, да, и вроде как собирал вот это, Мамонов там Петр хорошо говорит. Вот, и как-то сейчас отношусь к этому, ну, уже так, не до этого у меня. Уже я начал в себе вот это вот раскопки начать. Потому что мир духовный открыл для себя, конечно. И это за это, вот только за это благодарить Бога, потому что это очень немногим дает такое Господь. Только бы как-то не сойти, вот опять видишь страхи, вот каждый раз вот так вот, чик, и ухожу, понимаешь, но тоже прихожу. Всего этого Господь сделал. Опять же предупреждение в Евангелии есть. Бодрствовать для этого нужно. А чтобы, и что, как, в чем бодрствование? А бодрствование именно вот в духовном общении. Вокруг себя, в общем, общение нужно с такими людьми поддерживать больше. Да. В собрание не нечестивых не входить вообще ни в какое. Как состояние-то? Хуже не бывает. Ты думаешь, я тебе скажу хорошо? Ну, скажи хоть раз. В общем, у него это в Игнатикще есть там женщина, значит, Анастасия, но она так уже рак, у нее четвертой степени все там. И вот мы с ней переписывались. У нее четверо детей. Ну, такую, в принципе, они не взрослые, конечно. Младшему, я не знаю, сколько лет, двенадцать, тринадцать, наверное. Ну, лучше, чтобы она готовится к смерти. Она говорит, я ни за что, я не хочу, я не хочу. Вы сейчас предложили мне выздоравливать, я не хочу, не пойду ни за что. Воздоравливать не хочет? Нет, конечно. Ну, значит, она во Христе. Прожила такую жизнь, что там тоже, не дай Бог, муж, алкоголик, четверг детей практически на себе вынесла. И живут там в этой, в халупе, в такой курятнике. Парас. Ну, человек не может уже, реально. Конечно, мы друг друга понимаем, о чем речь-то идет. Да. Куда ж такие мучения. Братья и сестры, прошу откликнуться и по силам поддержать Копеечка и Анастасию. Пусть хотя бы свои последние дни она проживет, не вспоминая о финансовой нищете. Всем неравнодушно прошу писать мне на почту. Я знаю, для чего Господь продлевает вот эти все мучения мои. Конечно, есть то, с чем надо еще побороться. А я мало дружусь. Я-то точно знаю, для чего ты мне дал. И я, знаешь, Евангелие прочитал, вот когда Христос... Вот на днях там, от Иоанна, по-моему, четвертая, какая глава, уж не помню. Там, когда Христос исцелил слепого, вот его спрашивают, за что он такой больной-то? Кто согрешил? Родителей ли он? Родственники ли он? Никто это, чтобы на нем совершились дела Господни. Вот видишь, как и вот сто процентов так же у тебя. Потому что... Ну, я-то согрешил тоже. Я грешником был страшным. Он-то от рождения был слепой, понимаешь. Он не грешил никак. Он не мог грешить. Вот. А я за 30 лет был грешником. Но, опять же... Вся грешность... Я сейчас, сейчас парализован. Потому что, чтобы... Я так считаю, что на мне... Ну, потому что в таком состоянии, во-первых, не живут. Что такое у меня состояние долгое. Поэтому я так и называюсь. А так что я такой же грешник, как и все? О, нет. Тебе нам далеко. До нас далеко. Ха-ха-ха. В этом состоянии, ну... Не знаю, кому как. Где-то мы его, знаешь, так взвешиваем по... По своему рассуждению. А, по-богу, у него мерки совсем другие. Которые нам вообще не ведомы. Да. Агрю надо в себе копать. Вот сейчас, как... Такие раскопки у меня, что я... Я, знаешь, сегодня еще, кстати, ездил... Ну, по Москве тут и заехал... Машину покупал грузовую. И... То ли дагестанец, то ли кто-ли парень. У них сегодня же начался этот... Рамадан месяц. И ты знаешь, что он делает? Я вообще первый раз столкнулся с такой вещью. Им нельзя ни глотать, ни пить воду до темноты. Ну, я слышал об этом, но так, чтобы мне вот лицо рассказало. И он стоит и плевет на землю. Потому что ему нельзя пить, глотать слюну нельзя. Вообще, как? Как такое может быть? И он, знаешь, уже вечером... Вот сейчас вот я ехал домой. Он говорит, скорее бы солнце зашло. Курить хочу. Не могу. Представляешь? Вообще. Я прям растерялся даже. Это ужас. Тихий. Они ведь так... Это реально так живут. И вот они среди нас ходят такие. Ну, а как нереально? Конечно, реально. Вот такие вот люди. Что ты делаешь? И среди них есть такие, которые Господь избирает. Есть? Среди них есть. Ну, мало, конечно. Но есть такие, которые Христа узнают. А вот, знаешь, что хотел спросить еще? Правильно ли я такое умозаключение для себя сделал? Вот, по сути, сейчас сидел, как-то думал, и... Получается, что сейчас народ, вот в Москве вообще, в России, в принципе, да вообще все живут по Ветхому Завету. Я не помню, с тобой мы разговаривали или с кем. Вот кто-то мне сказал, говорит, посади десять человек за стол и поговори о Боге. И все десять человек, ну, девять или десять, будут говорить о Боге. Будут говорить, и что-то не расскажут, всяких там небылиц. А вот когда ты начнешь говорить про Иисуса Христа, они быстренько у тебя у виска покрутят и скажут, с ума сошел. Сектант. Христа почему не хотят знать, потому что совесть сразу начинает работать. Не выгоден, да. Сразу на совесть и все. Да. Христос к чему призывает, чтобы от всего отречься и кресло взять, а Христа никто убрать не хочет. Так-то вот я тоже, получается, такой же, если глубоко-то копать. Я знаю еще вот, а, о чем говорил вначале, про то, что забирают у меня. Я вот сейчас вот был в сервисе, машину отдавал, а там мужики эти работают, они поддаты, стоят там, матерятся, курят. И вот только сейчас ведь я вспомнил, прямо вот сейчас, что я с ними стоял, разговаривал, ведь матом тоже ругался. Как будто, знаешь, вот окунулся вот в это вот, потом вышел оттуда и даже не вспомнил о Боге. Вот только вот сейчас вспомнил вот это вот состояние свое, что я опять, я в течение дня, знаешь, как встаю и как будто собираю грех. Собираю, 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 потом вечером раз, вечерняя исповедь. Но она все равно, мне кажется, не такая, ну, я за это отвечать буду. Это, это рискованно, это поприще, на котором ты хочешь спастись, это очень рискованно. В этом поприще Господь сказал, что тяжело богатому войти в Царство Небесное. Он не сказал, что невозможно, но тяжело. Проще он в это и верблюда пройти сквозь игольные уши. Ну, что игольные уши, это не то, что ушко в иголке, да. В Израиле раньше в стене, которая вела на базар, были такие два небольших проходика, куда едва верблюда можно было протащить. А если верблюд там с поклажей, то его вообще невозможно провести через эти дверцы. Вот об этих ушах и говорил Христос. А я думал, что я и хвалю ушко, честно. Ну, игольные ушки тоже. А игольные ушки говорят о том, что невозможно. А те уши говорят о том, что все-таки возможно, но тяжело очень верблюду. То есть верблюд, если он с поклажей, да, надо всю поклажу с него снимать, потом только вот через эти ушко, через это протаскивать этого верблюда. Допустим, вот он идет караван по пустыне, вот они спешат, торговцы на рынок, завтра им надо успеть. А ворота центральные уже все закрыты. Вот, и открывают вот эти только ворота малюсенькие. И им, представь, им приходилось разгружать эти вот наглюченных верблюдов все там. Это огромные там тонны поклажи всякие там, несколько человек все разгрузить, и потом опять это загружать, верблюдов этих протаскивать. Это целая там эпопея была. Поэтому вот он и говорит, что тяжело очень, тяжело протаскивать из туда верблюдов. Вот и сегодня человек, который занимается вот этим богатством своим, как с теми верблюдами, тебе постоянно надо их распрягать, этих верблюдов запрягать, этих верблюдов. Все свои пожитки. Да, с ними, с этими пожитками вот и насыщешься с утра до вечера, с верблюдами с этими. А такому человеку, ему легко вообще, у которого нет ничего. Вот сегодня Серега Карева смотрел с утра, так включил, и он про рубашку говорит там, ну это. Вот я вот подумал, знаешь, у меня вещей столько, это ужас, просто я в шоке. Откуда у меня столько вещей скопилось за такую жизнь? Майки, рубашки, понимаешь, я настолько бедный человек, что у меня столько барахла. А он, говорит, я собрался и ушел в деревню-то. И жена пришла, и рубашку, говорит, у меня кто-то там у него умер, и принесли ему рубашку. Вот я, говорит, ношу, и я так думаю про себя, ведь вот на самом деле, ну вот так надо жить-то. А вот знаешь, еще что подумал, ему бы не надо бы оправдываться, он что-то там пытается оправдаться, там что-то рассказать, свистить к этому всему, ему просто бы жить бы, спокойно бы, и зачем это видео ему снимать. Показал бы свою, наоборот бы, знаешь, снимал бы блог, как христианин должен жить, вот в деревне. Вот он себя, видишь, показывает духовным таким человеком, а вот в этой простоте его Господь постижает всю его духовность. Это же обычная гордость. Да. Ну, тут ребенок любой поймет, что это гордость, вот. Потому что вот так вот Господь устраивает, а человек в себе не видит греха. А сказать ему как-то это, я не могу, ну, не знаю. Я все равно его как-то так люблю, он мне, не знаю, близок, что ли, как-то так. А вот не могу, как ему сказать, ты ему не говорил, что ли? Зачем? Ты что, не видишь, что он не может принимать это? Как ты ему скажешь, если он тебе сразу рабом своим делает? Ну, да. Да. Молиться бы за него. В первую очередь человек гордый говорит, что я не гордый. Вот первый признак гордости, когда человек говорит, что я не гордый. Это, конечно, ну, вот люди есть, у каждого свое. У меня свой там грех, у него свой, у тебя свой, да. А надо же смотреть, куда ты лезешь. Ему поэтому хочется все стереть опять и уйти куда ты, понимаешь, чтобы следа от этого не осталось. Я с одним священником тоже разговаривал. Вот три дня назад я говорю, батюшка, ты этот канал-то свой сделай, проповедуй людям. А он говорит, я не смогу, не вынесу. Там будут комментарии писать такие, ну, плохие, да. А он говорит, я вот этого не могу выносить. Вот я вот думал, у меня Софа тоже, у нее тоже какой-то блог там, да, у жены, по макияжу там что-то она делает. И я ей кто-то что-то написал, какой-то обидный, так обиделась, так вообще радовалась. Я говорю, у меня хоть, по-моему, облили мне за радость. Говорю, ну, как-то я не знаю почему. И большинство блогеров, которые, они так расстраиваются, воюют, как-то там блокируют, ну, что-то это... Ну, понятное дело там, когда вот невежды пишут, да, вот это вот хамят, и это одно дело. А когда тебя касается там, ну, лично там что-то... Если ты выставляешь, если ты публичный человек, выставляешь, что это дело... Получай, на! Ну, конечно, надо всегда на это рассчитывать. Есть, конечно, такое хамство уже, такое непомерное. Такое... Ну, или там, матюки вообще какие-нибудь. Да. Мне одна позавчера или... Я выставил ролик, когда вот эту вот зубом удалил, и она мне в ночь уже такой прислает, мне часов 12. Вот говорит, Сергей, молодец, ты, говорит, ради хайпа и на такое идешь, да? Уже. А я ей пишу, а что такое хайпа, говорит? Я не знаю, что такое хайпа. А, не придуряйся, вы там... Как же она меня назвала? Ты все прекрасно понял. Дешевый, как... А, Блохер. Да ладно. Через Ханви. А я пишу, вот теперь все понял. Ну, так с ней... Нас посмеяться, знаешь. И утром просыпаюсь, смотрю, раз, удалил я тебя сама. Я вот, кстати, нашел в Ютубе это... Чтение Евангелия от Иоанна. Там, может быть, видел ролик... Море такое видео, море. Синий море. И он таким голосом с музыкой читает. Так приятно слушать прям. Как-то так прям трогает. Думаешь, это все... Ну, лучше книгу читать или смотреть можно? Это все душевное, опять же. Все по плоти, все, что трогает. Да, кстати, вот. Трогает прям вот именно, знаешь, там чуть ли... Это мозги. Мозги трогает эти рецепторы. А думать не получается. Просто слушаешь, умиляешься, а думать... Размышлять не получается. А когда читаешь, реально размышляешь. Он открывается прям. Там есть начит... Козлов там, Александр, по-моему, что-ли. Да вот, не помню. Он без музыки читает. Ну, нормально, вроде, так и читает. Он и Ветхий Завет, и Новый Завет. Музыка, она нежелательна, да, потому что она уводит. Да. Какие-то там эти сказочные миры. Вот в последнее время стал себе вопросы задавать. Очень много себе вопросов сам задавать. И отвечать. И вот... И вот... Вот с помощью этого, наверное... Я вот понял... Я вот раньше был верующим человеком. Считал себя верующим. И такой думал... Да, Бог. Вот Бог есть. Я вот верующий. Но я не чувствовал вот того, что я сын. Вот... Что есть отец мой, да. Большой, который меня прямо вот за шкирку... Он меня тут на днях так проучил просто вообще. Ну, потому что там не буду подробностей рассказывать. Просто натыкал в морду. И что... Так натыкал, что я больше не смогу так решить. Мелочь открывается. И вот... Сразу. Слава Богу, что я сразу это вижу. И... Все. Ага, понял. Все. Все понял. Знаешь, живое общение появилось. А раньше не было такого. Как будто один был раньше. И что-то где-то подкидывал там... Ну, это, наверное, лукаво подкидывало мне все-таки вот эти поиски какие-то там ненужные. Чудеса, еще что-то там. А сейчас вообще никаких чудес мне не надо. Ничего не надо. Лишь бы вот так вот. Он меня так проводил вот по своим грехам. Вот. Один грех был у меня. Слава Богу, отошел от этого. Второй. И вот постепенно, как уравнение, вот в математике там, изучаю учебник, да, вот алгебра там, 10-11 класс. И с сентября и пошел по месяцам учить, разбирать все это дело. А больше ничего и не надо. Зачем еще зачем-то гоняться. Нам цели другой не поставлены от Христа. Христос пришел, например, что он четко показал направление, как спасаться. Да. То есть он вот этой всей трех годовой, в 30 лет он вышел на проб, в 33 года его распили. Вот за три года он показал, как надо спасаться. И вот даже сейчас я езжу в Москве, и знаешь, вчера думал, вот в окошко смотрел с девятого этажа на Москву, и думаю, вот строят многотажку вон там большую, там машины едут, да, поток такой. А ведь это все называется, я хочу, вот, хотелки, да. А вот так возьми народ, весь народ, соберись и откажись, и скажи, господи, все, понял, я понял, все, это не нужно. И это ведь все не остановится никогда, вот это движение это, никогда, никогда не будет единства у людей, и оно никогда, люди не придут к Богу. Это исторически я же говорил тебе про Вавилонскую башню. Да. Человек, как только начинает развиваться, он идет к самостийности, вот к этой, вот, то есть самость, это грех, опять же, один из грехов самость называется. Я сейчас, коммунисты вот начинали свою идеологию с того, что сейчас мы весь мир разрушим и по новой все построим. А это же, почему оно, вроде, учение о Вавилонской башне, так оно, ну, вроде, коротко в Библии описано, но там все понятно, что, когда народ начинает строить свое что-то в отдельности от Бога, то это не получится. Уже, да, прикинь уже, сколько уже было, и все равно дураки мы, если что-то пытались. Да, ну, ну, представляешь, сегодня у каждого практически в доме есть Библия, да, почитаешь, что это нереально. А вот, я же теория, мне иной раз не верится, что это, вот, мне кажется, это какой-то нереальный мир, это какой-то сон, что обязательно я вот проснусь и что будет по-другому все, будет правда. Вот, а потому что здесь невозможно жить, ну, что это, что это, дурдом, что я не понимаю. Я подумал, знаешь, как будто я в дурдоме, меня как будто обкалывают каким-то наркотиком, а я понимаю, что я могу от этого избавиться, могу, что где-то там другой мир, вот, у меня такое ощущение. Потому что мы не свои, куплены дорогой ценой. Это говорится о тех, кто рожден от Бога уже. Это, ну, люди, можно сказать, такие, божьи люди, да? Но есть люди, которые от дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. У людей есть четкая граница разделяющая. Если раньше на то, что возьмем Ветхий Завет, там, да, хотя и убивали друг друга, но все равно законы были, люди в чем чище были в отношениях друг к другу. Да, были воины такие вот, постоянные убийства. Но люди радовали за чистоту своего рода, то есть, чтобы воспитать настоящего человека. А сегодня совершенно все по-иному. Кого из видит, воспитывает. В фотографии смотришь детей, они с ума посходили. Губы красят и глаза красят. Она там эти прически, как у взрослой. И там левщики на нее надевают уже ей три годика. Они с ней проститутку готовят уже сразу с такого возраста. То есть, это враги своим детям. А это нормально. Начинаешь что-нибудь комментировать. Так там тебя закидают. Они туфлями своими со шпичками забьют тебя. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечестивый пусть еще осквернится. Праведный дотворит правду еще. И святой да освящается еще. Я часто говорю. Сейчас в последнее время даже с товарищами с этим я стараюсь. Не было нигде, чтобы мы о Боге не говорили. Такой простецкий. Я вижу в нем большой потенциал. Такой человеческий. Он добрый. Доброта. Он не обманет. Мы с ним разгружали уголь. Целую фуру. Так он смотрит на то, как я работаю. И устал ли я или не устал. Подменить меня или не подменить. А другой думает о том, как бы где-то схалтурить. Вообще тут все. Ну, понимаешь о чем я. Это есть признаки от христианина. Даже малейшее. Если человек тебе пишет уже без знаков припинания. Вот видишь, если он ему лень просто ставить эти. Он может. Но он не ставит, потому что ему лень. Христианин делает так, чтобы... Ну, опять же, исполнение заповедей. Если хочешь, чтобы как с тобой поступать, то и ты поступай так. Прямая заповедь Господня. С этого христианства, вот с этих мелочей. Христианин он всегда смотрит и всегда чувствует. Ну, брата своего или ближнего своего. Сразу, да. Он всегда предугадает на три шага вперед, в чем нужда его находится. Хочется всем помочь так. А никак не помочь. Так как беспомощно. Себе бы помочь так. Слава Богу, вывод и вывод. Я вообще не нарадуюсь, честно. Хоть и за грехи, и за свои тяжко. Но, знаешь, вот пришло чувство, что... Я стал понимать, что я некоторые грехи... Некоторые грехи. Сам не могу побороть. Не могу и все. Я знаю, кто мне поможет. Господь поможет. А вот... Остальные мелочи, которые были, я их... Уже прям как топором дорубливал и все. Мне уже не страшно. Идем дальше, все, дальше. И ты понимаешь, раньше другие... Некоторые грехи-то я даже не признавал как за грехи. Я их не знал, я их не видел. А вот, кстати, позавчера я сидел в машине. Москва же, да? Даже вот грех вот этот, как он называется... Это не блуд, а... Когда на женщин смотришь с вожделением, да? Вот они ходят. А вот тут вот... Ходят, это же вообще просто... Они... Полуголые, можно сказать. Ну, одетые, но голые ходят. Вот. И я сижу в машине и думаю, неужели у меня всегда будет? Я ведь еду и раз, прошла, два прошла, раз, прошла, два прошла. Я понимаю, что это не мое. А у меня башка крутится, понимаешь? И я на каждую пялись. С вожделением. Ты вот сказал правильно, если на женщину смотришь с вожделением именно. Вот. Можно смотреть на женщину, но можно смотреть с вожделением. Вожделение – это когда ты представляешь его. Вот. Вот это и есть грех. А смотри, если ты наслаждаешься, допустим, как творением Божьим, да, то, пожалуйста, смотри. Это мне вот Илюха сказал, ты представляешь? Вот он мне говорит… А что… Он говорит, мне кажется смотреть, как на красоту природы, ничего стрёмного нету. Вот. И что не договорил-то? Я удивился. Я сидел с женой, когда я об этом думал. И у меня было минуты или там, я не знаю сколько времени, пять минут. Я смотрел на девчонок, которые проходили, и у меня не было этого чувства. И я подумал, вот мне Господь сейчас открыл, что можно так жить, что этот грех – это элементарный грех. Это он может отойти от тебя, и ты будешь жить, ты будешь любить жену. И… А другие будут для тебя… Как человек просто. Человек просто ходит, проходит мимо. И представляешь, у меня в этот момент, когда я это прочувствовал, тут же почувствовал, что лукавый мне говорит, а, ничего страшного, это гормоны. Смотри, ничего страшного. Он говорит, а ты же мужик, гормоны, да. Я думаю, да, может быть, действительно гормоны. И тут же пропало это чувство. Я смотрю специально вот эти вот, ну, как молодежь себя ведет. Я насмотрелся, я больше не могу смотреть и там… Ну, я смотрю не ради, не ради прикола, а ради того, чтобы анализ какой-то провести. Вот чем вообще дышит народ сегодня. Потому что молодежь – это, опять же, это наше завтра. И с чем мы завтра войдем, и с чем народ войдет завтра. Ну, как у тебя впечатление в целом? Да мертвецы одни, какое там впечатление. Люди духовно мертвые, а одна плоть, ты чё? Не хотят даже и размышлять о духовном. Да. Ну, а что ты смеешься? Ты веришь вообще во что-то сверхъестественное? Да, конечно. Я битву экстрасенсов смотрю. Да? Да. Вот я, кстати, экстрасенс. Серьезно? Да. У меня сестра работает с молодежью, и она говорит, что сейчас идет очень духовный рост среди молодежи. Я говорю, а спустись на землю-то и посмотри, что тут у нас происходит. Посмотри. А ведь, ну, она не понимает, что говорит. Всё извращено. Вот лукавый сатана, он не даст вообще, не даст нормально. Без знания Писания. Да. Без возвращения на старое, никто ничего нового не придумает, нормального такого. С бородами, я смотрю, эти пацаны сегодня. С бородами. Ой, кошмар. Там и на бигуди их накручивают. Ну, опять же, видишь, вроде, ну да, благочестиво. Ну что вы, опять же, выкобиливаете, а с этими бородами там... Ну, ничего. Всё это однажды покажется такой мерзостью. Заходит, что у меня татуировка есть на левом плече. То есть сегодня вот и христиане есть такие, пацаны тоже молодые. Да, они как этот один есть. Он говорит, я грех свой перед собой ношу. Если в этих татуировках, так и... Ну да, это типа грех, но я его перед собой ношу. Это как Давид говорил. Вот. Я говорю, ну а что же, если я блудником был, что же мне перед собой грех свой? Ну да. Вот. Это самое. Да ты такая... У тебя сын растёт. Ты голый ходишь в татуировках весь перед... Он же обязательно науть. Ты его уходишь. Да. Как ты убеждаешь, что это плохо? Он обязательно вырастет и сделает себе. Потому что это было у папы. Вот. Это всё равно что равносильно. Отец-курильщик будет запрещать сыну своему курить, потому что это плохо. О, ужасно. У меня хоть батя и, ну как сказать, маловерный, но всё-таки я его считаю христианином. Он сложную жизнь прожил в коммунизме, но я родился и он бросил курить. И всегда мне отец повторял, дети повторяют судьбу своих родителей на двести процентов. На двести. Всегда. Это закон. Без Христа повторяют. Да. По Христе только можно исправиться. А это... Я тоже по-другому ролику в каком-то говорил, это не судьба родителей, это проклятие называется. Да. То есть, ещё в Ветхом Завете Господь говорил, что проклят до четвёртого рода проклятие ложится на творящих злое, на творящих зло. То есть, человек, если он алкоголик, да, как оно выглядит, это проклятие? Это не то, что там Господь посылает молния и ложится проклятие там, а это вот именно на генном уровне. То же самое с благочестием. Если благочестивый человек, да, то вот оно. До тысячи родов благословляется Господом. Люди разделяют на целые роды. Вот есть... Родами целыми в ад уходят злые люди. Есть мстительные люди. Есть злопамятные люди. Есть такие... Завистливые. Ну, да, теперь понятно становится это. Почему так? Раньше столько вопросов было, а так начинаешь реально размышлять относительно Писания, да? Конечно, когда будет суд, вот есть такие грехи. Ну, с чем-то не можешь, не могу побороться, вот с гневом, да? Ну, раз, нет, да нет, выскакивает вот это рыканье, вот, видишь. А Господь учтет это обязательно по роду, вот, и отец гневливый был, и дед гневливый, и брат гневливый был. Это же передается. Господь обязательно учитывает. Но Бог видит мое старание, мою борьбу к этому немножко. Да. Вот человек горделивый, да? Он же не видит. Вот большинство, кого я знаю, вот в гордыне, и он не видит, и ему не объяснишь, он, ты что, как нет. Слепой. А я, допустим, не вижу свои грехи. Ну, я могу, я, в принципе, могу назвать во всем я грешный. Ну, в большинстве, что есть грехов там, ну, не в большинстве, но много. Но, если мне скажут, что я, допустим, горделивый, я задумаюсь. А другой грех, ну, потому что, наверное, я не горделивый, там, ну, вот. А если какой-то другой грех, который я в себе не вижу, как вот научиться распознавать? Просто просить, наверное, у Бога говорить, чтобы открыл он, открывал, открывал. Это не обязательно у Бога просить. Это у христиан, у братьев спроси, у двух, у трех человек спроси, и тебе все расскажут. Только у христиан... Причем лучше спрашивать по отдельности, не у всех, и у троих сразу, а по отдельности. Ага. И вот, опять же, с Сергеем Карьевым то же самое. Ему под каждым роликом пишут, что ты гордый. И пишут, пишут-то христиане, понимаешь, и от чистого сердца многие пишут, что надо посмотреть на себя. Он все равно упирается и доказывает, что я не гордый. Да. А что он, кстати, я так вот не понял про поводу войны-то? Он, наверное, не понял, о чем ты говорил. Он вообще даже и близко не понял. По плоти сработало, да и все. Он вот ставит меня там, общательно меняет. Вот он доказывает, что же, как он с такой, с такими глазами еще, глаза эти сделает такие... Злые какие-то, да, поводу. Ээээ, это самое, да и если мою жену там насиловать будут, что же я буду сидеть в комнате что-нибудь? Да кто же, тебе прежде чем жену насиловать, тебя свяжут, оглушат, в угол кинут, куда-то кинут, Денешься там, что позволят тебе обороняться? Конечно, нет. Вот, и причем, как вообще такие случаи можно рассматривать? Да. Что было бы, если бы? Да, 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 все. Я говорю о том, что наша позиция христианина, отношение к заповеди, не убей вообще. То, что сегодня, к чему призывают сегодня патриоты, это они заранее уже готовят людей к убийству. Не важно, будет это наступательная будет война или обороняющаяся. То есть народ готовит к убийству, пролитию крови, чтобы объявить себя, я не знаю, там, нации великих людей. Тоже было. Вот, а как, опять же, это кто-то из святых писал в житие, точнее, одного святого, еще в римской армии, первые христиане в первые века были. Он говорит, как я пойду убивать людей, которых я вообще в глаза не видел ни разу и не знаю, может, он замечательный человек, а я его убивать буду. Вот это же по существу происходит то же самое. С одной стороны, тех же фашистов возьми. Что-то люди, кто такие немцы, все прекрасно знают, что это замечательная нация, да. Очень культурные, ответственные, добросовестные люди. Вот, причем раньше они все были христианами. А почему? Вот такие же вот пришли к власти патриоты, которые воспитали целые два или три поколения. Для себя воспитали их, которых повели. Мы сегодня на примере Украины видим, как сегодня воспитывается молодец. Один в один. А, вот, кстати, смотрел, в кинотеатр ходил, а я до этого фуру разгружал, устал очень. И мы пошли ночью на этот, как называется, Ратибор или как ли? Собибор. Там фильм-то про что? Про евреев, когда их это... Я так... Пиль проспал, в принципе-то. Я проспал эмоции. Представляешь, я спал, дремал, прям сильно спал. А жена у меня плакала весь Пиль. Я свиялся потом. Я вышел из кинотеатра, я понял, что я его проспал, но я уловил смысл. А эмоций не было. А там смысл какой? Евреи в этом, в лагере, значит, привезли евреев. Там и русские были евреи, ну, большая часть евреев, говорящих на немецком языке. Видимо, они там жили в Германии. Я могу напутать, конечно, сейчас наговорю. Но смысл в том, что они там... Их и унижали немцы. Это был лагерь такой рабочий. Те из евреев, кто вышли на работу, согласились работать на немцев. Это польские евреи. В Польше жили евреи. О, точно, да-да-да. Вот там по-польски говорили, я вот сейчас вспоминаю. Они пошли работать. А те, кто отказались или кому не досталось работать, их газовую камеру сожгли. И вот они там, значит, бедные страдают. Их там немцы на них катаются. Вино пьют там. Сажают их, ну, как лошадь, короче, и катаются. Унижают, порют там их. Я вот подумал, а чего бы евреи... Почему они так себя ведут, как это, как рабы? Нет бы стать бы, да и сказать, ну, как-то, ну, позицию свою, что ли, озвучить, и это... Ну, сказать, что я не буду вам подпочиняться. Я там христианин вот так вот. Они принимали эти унижения, там, ну, видимо, боялись просто. А в конце, короче, они психанули и взяли оружие, там, убили всех немцев и сделали восстание. Понимаешь, убили всех, зарезали, там, такое... Фильм такой ужасный. И ты... Я раньше вспоминал, когда ты рассказал про войну, когда этот мучник Фёдор там был и Виктор, когда они сказали, нет, мы не будем одеваться в эти обличения военные и не пойдем убивать. Сразу вспомнил он. Ты понял, о чем я? Илья напутал, но говорил много. Ты имя христианин прилепляешь ко всему, кому только... Если человек хороший, то к нему именно имя христианин. Если человек хороший, то не значит, что я христианин. Христианин это... Это тот, кто... Тот, кто со Христом, кто знает лично Христа, знает. А, ну, вот тут и Адам. Христианин это именно в ком живет Христос. Ты говоришь, могли бы позицию... Как обозначить? Там, в первую очередь, людей, которых... Их еще до лагеря не довозят, им уже волю сломают напрочь. То есть сломливают волю. Это... Это везде. Это причем стадный инстинкт такой. Посмотри, старые хроники ведут там тысячи, десятки тысяч солдат. Там, я не знаю, может быть, пару сотен охранников ведут. Вот это вот огромная толпа людей, но они бы сейчас только кинулись бы и растоптали бы, грязь втоптали бы, понимаешь? Ну, когда воля сломлена, человек уже... Он мне не соображает в этом направлении голова. Ну да, вот как бы я себя повел, тоже, да, неизвестно. Когда... Да это невозможно. То кажется, я сейчас там сделаю это и сделаю. Это... У Гитлера было целое подразделение, эсэс такое было. Вот. Эсэсовцы. Они так и назывались, но это... Особое подразделение таких вот насильников. Вот. Это не значит, что они там все были такие. У нас тоже были карательные отряды, да, вот. В Польше возьми. А в Польше перед самой войной наши русские вырезали там, расстреляли, я не помню, около десяти тысяч польских офицеров. Зачем? Посмотри, почитай, почитай, что творилось. А Сталин зачем всех генералов извел, порасстрелял и посажал в эти концлагеря? Чтоб самому управлять. А... Чтоб своего линия не было? Конечно. Это люди такие с амбициями царей, которые советуют посмотреть фильм «Последняя ставка Гитлера», по-моему, называется. Как он на своих генералов орёт там «Бунки». А, «Бунки» называется фильм. А, да, да, да. Как он на них орёт. Я вас... Как Сталин надо было вас всех под нож пустить. Да. Это сумасшедший дом. Вот где мы сегодня находимся. Я иногда говорю «Господи, нельзя ли вот так вот всё вернуть, чтобы вот так вот в небытие куда-нибудь, откуда ты меня вытащил из какой-то пустоты, нельзя ли меня туда вернуть?» Я говорю, я не могу больше здесь приходиться ни духовно, ни физически, потому что это невозможно, это нереально. Господь сам, когда пришёл, он с апостолами ходил, они его так доставали. Да. Он ему раз и говорит «Доколи, с вами буду». Ну, видишь, он человек чистый такой был. Ну, вы не понимаете ничего я вам говорю. Представляешь, тогда на земле один христианин вообще был. Да. Он один был, его вообще никто не понимал. Вот мы сегодня хоть как-то, даже неверующие люди с ними начинают говорить там о Христе, хоть более-менее как-то Машу Голаю, да, вот так пострадал там и всё такое. Вот. И ради чего в Царстве Небесном? В Царстве Небесном все вообще, да, в Царстве Небесном. А он тогда пытался донести об этом Царстве Небесном, а они вот так глазами коровьями смотрели на него и не понимали, о чём, о чём речь-то идёт. Это, расскажи, пожалуйста, про Царство Небесное. Я вот думал, вот есть Серафимы, да, вот эти… Там, это же целая система, да, получается там-то. А, Серафимы, Архангелы, Херувимы. Ведь это… Ну, если так вот даже мирским поразмышлять, если это всё есть, значит там какая-то такая система, ведь… Иерархия называется. Иерархия, да. И вот значит… Ну… Ну… Или не надо об этом думать. Ну почему? Да это всё описано. А чё тут думать? Нам Господь всё… Конечно. Он и говорит о том, что… Сколько… А где бы с собой стать? Третий ангел. Да, ну, по всему. По всей Библии разбросано. По всей абсолютной, по Ветхам и по Новому Завету. И об ангелах, и об Архангелах, и о духах всевозможных, вот и о сынах Божьих. Там такая иерархия, я не знаю, у Господь. Ну, наш мир, он, в принципе… Ну, любая организация устроена, в принципе, то же самое. Есть рост, ну, какой-то тоже по старшинству, да? Вот. Там и среди святых тоже не все будут одинаковые. Ну, это не значит, что там будет и зависть, и построение какой-то, знаешь, с вырывной этой лестницы. Там все абсолютно будут… абсолютное равенство будет чувствовать. Вот. Опять же, Христос к этому призывает, да? Построение церкви, чтобы все были в одном духе, чтобы равны все были. Сегодня вот, что не Поп, то Папа Римский. Он как возомнят, как возомнят из себя. Там целый генерал встроит. У меня духовный чин. Вот. Ты чего смеешь? Как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты знаешь, что я такой. А сам не понимает, кто он так же. А он никто. Он такой же, как и я с тобой. А, Корёва я смотрел, по-моему, давно уж. Он говорил. Смотрел Дмитрий Смирнов. А там еще батюшка есть такой, как он, Болдар или как ли? Болгар. Это Болгар, город Белорусский. Вот он, и потом еще кто-то. Это Артемий такой, как женщина разговаривающая. И вот он говорит, я сначала смотрел, смотрел на них. Ну, восхищался. Они такие там проповеди читают. Вопросы отвечают. Все так правильно. А потом говорит, когда даже Болгар начал говорить, что там… Я уж не помню про что, по-моему, про коммунизм или про что-то типа такого. И говорит, я вот так понял, что что-то не то, он говорит. А потом задумался… Это Серега Карев говорит. А потом задумался… Они сначала авторитет у народа забирают, ну, то есть, завоевывают авторитет, а потом начинают им потихонечку, потихонечку внедрять то, что нам патриарх пытается внедрить. Ну, вот этот коммунизм и… Я бы тебе, знаешь, сказал бы честно, я не знаю, я их не слушал вообще. Я давно уже, может, уже года четыре вообще никаких православных не слушаю. Может, там слушать не ищешь. Я когда с тобой познакомился, я перестал смотреть вообще все прям. Вот, я другим делом занялся, реально. Вот, а до этого у меня столько времени улетало в трубу вообще. Я просто смотрел… Я вчера ко мне на скайп какой-то священник зашел, подал эту заявку в скайп. А я смотрю в этом… Ну, его забил в интернете. Вот, и у них там, у него ролики какие-то, видео какие-то, передачи, я не знаю, ну, тоже телевизионные. Я думаю, одно включу, посмотрю, о чем они вообще говорят. Ой, кошмар. Ребенш, с такими умными лицами сидят, обсуждают, что такое, это самое, освещение квартиры, как важно осветить квартиру. В студии магистр богословия, протеерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, сестер Дмитрий. Добрый день, сестер Павел. Сестер Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как необходимо людям готовиться к освящению своего жилища? Эта подготовка должна включать в себя несколько аспектов. Кроме того, нужно настроиться духовно на это событие, потому что если люди понимают, насколько это важно, насколько это существенно может повлиять на их дальнейшую жизнь в этом доме, то священник это чувствует сразу, когда люди, стоящие у него за спиной во время освящения, молятся вместе с ним. Это создает совершенно особую духовную атмосферу. Самому священнику легче молиться при таком совместном, как бы благоговейном и внимательном духовном отношении к совершаемому действию. Ну и я, кроме того, хотел бы заметить, есть очень добрая христианская традиция, когда после окончания освящения священника приглашают за стол, заранее подготовят какую-то трапезу для того, чтобы вместе отметить это событие. Не обязательно это делать пир на весь мир, это может быть трапеза и довольно скромная, но сам факт ее наличия, то, что священника приглашают за стол, и он благословляет эту трапезу, и он произносит какой-то тост по поводу того, что сейчас произошло, желает счастья, благополучия, благоденствия этой семье. Это все, опять же, не проходит бесследно. Это оставляет добрый, светлый свет и в душах людей, которые присутствуют во время этого события. Ну и я думаю, что это оказывает все-таки влияние и в целом на достижение тех целей, которые люди ставили перед собой. А это прежде всего спокойная, благополучная и счастливая жизнь в этом помещении. А как следует выбирать священника для освящения жилища? Это вопрос довольно тонкий, потому что сейчас в обществе и в православном обществе, в том числе, распространены такие мнения, что вот хорошо, если квартиру осветит какой-нибудь духоносный старец, и люди ищут такого старца, объезжают монастыри, пытаются кого-то пригласить. Но в действительности, как показывает пастырский опыт, лучше всего освящение проходит в тех случаях, когда квартиру или дом освящают тот священник, который уже знаком с этой семьей. А это чаще всего бывает в тех случаях, когда это священник с того прихода, который регулярно посещает эта семья. Почему так происходит? Потому что очень многое зависит от того, как сам священник воспринимает ситуацию. То есть, если приглашают священника в незнакомую семью, он, конечно, постарается исполнить свой долг, сделать все, как положено по чинопоследованию, но все-таки у него не будет достаточно глубокого личного отношения к тем людям, которые там находятся. Он понимает, что он их видит первый раз в жизни и, может быть, и последний раз. Отец Дмитрий, какие в вашей практике были интересные случаи, связанные с освящением автомобиля? Таких случаев было много. И это все-таки нередко бывает, освящение автомобилей. И я стараюсь все-таки с людьми общаться, которые машины освящают, понять их мотивацию, понять их цели, в целом их взгляд на жизнь, их отношение к автомобилю. И вот бывали случаи очень знаменательные. Например, однажды я осветил машину и служил еще этим людям молебен о путешествующих, потому что им предстояла далекая поездка. И вот потом я узнал. Они буквально вскоре после этого происшествия мне позвонили. И когда вернулись, отслужили благодарственный молебен. Потому что когда они ехали на машине, то на большой скорости они просто слетели с дороги. Водитель не справился с управлением. Возле дороги была глубокая канава. Они перелетели через нее и благополучно приземлились на все четыре колеса на поле. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Продолжение следует...